всех приветствую продолжение на предыдущего видео хочу еще немножко отснять такой мысли свои или посоветоваться или рассказать планы тут смотря как посмотреть еще сам до конца все не не решил и не осознал но тем не менее вот смотрю последнее время какая наблюдается скажем так тенденция к тому что растет в цене все материалы расходники там сталь в меньшей степени но как я сказал прошлом видео она не имеет ключевого значения хотя естественно большой вклад вносит конечно любое там 10 15 20 процентов подорожания но тем не менее это не решающий момент а вот когда расходник увеличивается на те же 15 20 там микар так и ну все остальное все сопутствующее там начинает электроэнергии в путь дальше я думаю это каждый из нас может наблюдать там не надо даже мне рассказывать каждый лучше знает да просто на бытовом уровне жизнь как говорится дороже становится этот но тем не менее такая тенденция наблюдается что рост ножей рост цен на ножи их нет точнее он как бы есть но есть только в сегменте средний и даже пускал выше среднего там где как правило ну какие-то более дорогие материалы используются там какие-нибудь карбоны там и карты какая-нибудь ну сможем сказать даже там где используются станки какие-то да там чп у нас такая бытует мнение 6 станок чп купить то этот тут даже сразу дешевле станут однако это как мне кажется не совсем так потому что эти несколько миллионов которые стоит чп установки все таки нужно будет вернуть а потом его поддерживать эксплуатацию а потом ремонтировать и в конце концов через там какой-то 5-10 лет поменять надо будет и так далее поэтому все это вряд ли тот путь который автоматизация и и нужно конечно добиваться максимально насколько это возможно но не теряя конечно в качестве с этим уже вопросы тем более что это как правило там где стоят чем станки чп у там человеческий фактор очень большой потому как но это не один человек делает и соответственно есть там свои плюсы и минусы в этом сейчас я буду не об этом рассказывать а вот именно этом а сценовой политики да как это сейчас устроено и как я это вижу по крайней мере это только с угол мое личное мнение поэтому тут прошу говорится не то ну вот и будут потом покажу я так по ходу пьесы вот из то из чего у меня тут сейчас осталось скажем так не осталось это интересного такого в свободной продажи вот перед поездкой через недельку уже тут отъезжать буду ну и потом это будет конечно доступно и после отъезда но по крайней мере до можно сейчас это все быстрее сделать уж потом я там пока доберусь пока расположусь и так далее ну в общем поехали смысл в чем заключается в том что смысл там заключается что с одной стороны как бы надо очевидно что цены на повышать то надо будет если особенно там ручной работа виде много и так далее а с другой стороны как бы очевидно что повышать не нужно такое раздвоение личности такая шизофрения как нет слегка потому как и ну это же касается не только тебя конкретно но и касается всех остальных то есть покупатели все равно так или иначе определяет сколько будет стоить то линая продукция если он не готовые купить как бы ну как бы ты не не упрыгивал со штанов то однозначно этот на фоне того что все-таки до положение материальное основной массы не всех безусловно тут за все говорить как бы дурное дело но становится как бы похуже очевидно что и повышать тоже как бы нельзя поэтому я принял такое волевое решение повышать цены и одновременно не повышать я постараюсь объяснить как это насколько это возможно да то есть еще я имею ввиду то есть я пришел к тому что повышать цены можно только на то что на что уходит больше времени да то есть компенсировать свое время ничем нельзя никакой экономии никаких материалов и так далее то есть проще говоря если нам говорится более перейти от болтовник конкретики да то на этот я буду повышать стоимости ножей или точнее верну их на тот уровень на котором они были допустим на стали которые тяжело обрабатываются допустим тот же самый купим 53 да ну я думаю с августа месяца это неизбежно произойдет но на те на тот же стали как купим 53 который вот я ввел тут недавно буквально такую практику как допустим из микарты и с больстером микарты на них повышаться не будет но о чем я говорю то есть допустим нож из купим 53 там с больстером каким-нибудь там низельбера или там не дай бог титана еще его просто ненавижу подгонять и так далее этот они уйдут в ценники как то как они были раньше когда я начинал с этими стали мы работать стоимость ножей было там в районе там 22000 сейчас вот я где-то около 20 от 20 скажем так они будут идти я беру стандартный клинок там 120-130 миллиметров да вот мы об этом и но то же самое время оставлю вот эту штуку которая я вот недавно вел то есть мне кажется она имеет место быть и для рабочего ножа и чтобы сэкономить не потеряв в качестве поставить допустим этот хорошими карту и хороший больстер из этой же микарты это смотрится стильно и то же самое время нет там переплаты лишние там как-нибудь пятерки да вот я говорю с ценник оставлю допустим районе 15 накопим 53 из таком исполнении там без всяких пинов темлячных там и и так далее ну то есть трубку если необходимо то конечно поставить можно декоративные пины вот допустим какой-то там финиш какой-то более дорогой да на которой ленты которые в космос просто ушли нужно туда использовать там тоже все это будет входить стоимость и безусловно повлечет за собой удорожание то есть это первое но от кому нужен просто рабочий нож хорошая термичка из хорошей геометрией да я заставляю за собой право выбора конвекса как бы это моя такое конкурентное преимущество скажем так по сравнению с многими скажем большинством производителей которые не работают с конвексом их не то чтобы там мало да ну и тех которые работают не хватит двух рук а те которые допустим делают это вообще как с моей точки зрения правильно да то есть могут разный конвекс исполнить на разном уровне с разными сталями ну я имею ввиду что там более тонкий или наоборот более такой тяжелый да там какой-то для каких-то более крепких работ таких то тех вы на на одной руке мне это хватит может я ошибаюсь конечно я не так чтобы прям мониторе однако я все-таки в этом рынке в этой теме отслеживаю и имею свои представления кто это умеет делать то нет есть конечно часть производителей в крупных особенно в том числе которые говорят что это все мода и типа как бы нам не надо за ним гнаться но это как бы модов только разве в вашей деревне в нашей деревне все знают что конвекс допустим это не просто не мода это во первых самый первая форма глинка которая человечество вообще начал изобретать ну ввиду того но собака но я решил ввиду того что этот как бы делать линзовидные спуски без каких-то инструментов было все-таки попроще до вторых ну те же самые там какие-нибудь у американцы и подобные им давно уже использую тот же барк ривер до у которого все мы насмотрелись а потом сделали и сделали лучше как я считаю но шуму барк ривера линза конечно на туновен когда она появилась это был прорыв такая револю это как битлз знаете битлз я вот допустим не люблю битлз но понимаешь то музыка которые они принесли она в корне отличалась того что было и по всему как бы вот им за это честь и хвала однако я глубоко уверен что наши мастера ну те которые хоть я вижу здесь делаю там какой-то степени себя даже к ним отношу скромной без сложной скромности да они делают конвекс правильнее и лучше так же сказать так же как с термичкой дело обстоит то есть он термичка в среднем у нас она получше потому что она более доступна вот это вот термичка которую там ну делает там буров там ну и все остальные там термисты там бондаренко кивенко кто там еще но не буду всех перечислять и думаю сами лучше знаете они как бы нельзя сказать тут турбопатриотизм не надо включать вот тут мы тут делаем сама лучше из их них стали они там дураки не умеют там так же самое есть мастера когда которых может и нам еще далеко но это штучные это единичные экземпляры и доступность их них термических обработок ну очень небольшая скажем так далеко не всем они по карману может не все за ними гонятся но тем не менее там есть такие тоже ребята там ну даже там тот на слуху так больше всего тут тоже ларин томас до которого ссылаются все наши термисты там читают его труды потому что но все таки них там стали эти появились значительно раньше они там имеют какую-то передовую науку в этом отношении стали порошковых у нас не как бы это нам не нравилось но это факт не выпускают посему как бы у них тоже есть чего посмотреть и есть масса англоязычных каналов где можно смотреть такие вещи которые тут как бы еще далеко нам до этого плана в целом в среднем да то есть нам более доступны качественная термическая обработка там качественная метрия чем у них ну если брать в каких-то единиц в долларах назовем так это да поэтому тут дело обстоит так ну это конкурентное преимущество которым я говорю на этот линза конвекс да она конечно обусловлено том что это делать нужно на ручках никаких приспособлений да там можно себе облегчать немножко работу там какие-то там эти головы револьверные там и так далее использовать однако ну руки и умения никто не заменит и почему это не выводится массово но что-то более до трудоемкий процесс а самое главное как мне кажется опять же это же не факт что что я говорю это истинно там в последней инстанции дело обстоит в том что нужно людей переучивать а переучивать вообще ну проще иногда научить человека чем переучить его то есть то что привык там десятилетиями делать врезку на плоские спуски то этот не попробую еще научи сделать конвекс и так чтобы это не запортачить и любой переход до при поточном производстве это остановка его поэтому тут как бы понятно с почему это связано и почему люди упираются там очень много что это все мода вот вы за этим не гонитесь ну я же повторяюсь любой клинок вот даже у меня здесь этот я уже давно показывал чтобы понять что все на клинки даже те которые с плоскими спусками считаются являются линзы можно просто нарисовать себе вот как здесь я сделал клин да допустим там 30 миллиметров шириной да ну в масштабе там там 3 миллиметра толщиной и там допустим сведете его в ноль и посмотрите какое здесь вот в миллиметрах тут фольга будет то есть не все равно тут так или иначе спуски они все линзовидные просто мы делаем мы мы николай второй делаем их более пологими да и еще с подлинзовкой в конце ну то есть там парабола такая ну это я уже рассказывал не буду сейчас в это вдаваться для понятия процесса я думаю этого достаточно уже более толка я рассказывал об этом ну и использовать какие-то приспособления здесь там какие-то эти бессмысленно потому что их просто не существует я лично допустим на только одно приспособление вот она вот я думаю всем известно это вот параллельки с этими с победитовыми напайками ну тут у bt8 по-моему что используется профи кмт про рекламеру это единственное на что можно использовать вот вот это руки и плюс вот это приспособа для чего делаешь чтобы делать взрезку ну параллель когда чтобы была ровная с резко и здесь и с этой стороны и стой и то это не я даже не всегда это применял ну попробовал и понял что ну как бы глупо этим не пользоваться потому что это и все равно сейчас вот это на больших лентах а потом все равно нужно и снимать и опять вручную все уже тоненько на небольших скоростях и сводить все уже более вот тут сейчас где-то 0 08 все уже 40 лента 36 дальше не канает дальше 60 там 120 и пошел пошел уже вручную на небольших скоростях вот так это можно делать поэтому я считаю что я не смогу допустим сделать нож там за три тысячи рублей как массовое производство допустим может сделать даже из какой-нибудь х12мф ну это просто для меня недоступно но я точно знаю что они не смогут сделать там за 6 тысяч рублей из той же самой там какой-нибудь вв-10 там или что-то подобного недорогой стали относительно того же х12мф примерно один и тот же ценник они точно не смогут сделать его за эти деньги да я там их массово не смогу производить но тем не менее для меня это не в минус а у них это скорее всего будет в минусовой зоне находиться если они будут делать вручную клинки по 6 тысяч рублей ножи имеется ввиду да еще сборка это же не один там этот клинок посему дело вот так ну кроме того что конвекс как по мне он значительно более имеет преимущество чем перед с плоскими спусками и так далее но кто так не считает тому конечно ну как бы я ничего против не имею это ради бога каждого свои убеждения просто тот кто попробовал я таких по крайней не знаю которые попробуй сказать да нет это вот я плоские спуски делал буду с ними дальше пользоваться потому что все те же преимущества тонкий рез там даже тут более тонкость но более прочный кренок более лучше разваливает скажем так материал ну и одни плюсы только да то есть и править проще и уточить да если мы делаем микро подвод там в большинстве случаев об этом говорим то именно так и есть все равно как бы точить одинаково а вот поправить попроще и так далее только в производстве это сложнее и все ну вот так примерно поэтому если продолжить тему да то что я там собираюсь дальше то есть я оставлю вот эту бюджетную версию исполнения даже с дорогими сталями там такие как вот здесь с 90 и сейчас до клинок моя любимая нержавейка этом кпм моя любимая вообще сталь не нержавеющая до порезу ну и так далее да там будет дороже какие-то там сборные рукояти с какими-то вставками потому что это всегда дополнительные работы которые ну идет кто отслеживает стал все меньше и меньше на пользоваться наборными рукоятями только в декоративных целях имеет смысл потому что у вас несколько как бы материалов да потом при работе попадает влага и даже если у вас рукоять влагостойка какая-нибудь проставка там может быть разной героскопичностью там с материалом которого с основная рукоять и там через несколько лет это может каких-то там тяжелых там походов и так далее приводить тому что появляется какой-то там стык ощутимый да это все легко убирается но все равно неприятно и как бы а зачем делать это это требует более длинного хвостовика внушу вы не сможете там нас 78 сантиметров даже там поставить там сборку вот такую вот а потом оставить два сантиметра чтобы там отвалилась у вас эта часть ну как бы так это не делается надо делать если шпильку или длинный хвостовик или там какие-то варианты да то есть вот эти варианты они принципе она останутся так и в ценовой ценовой категории ну вот примерно так я к такому я пришел то есть в целом цены вырастут да на мои ножи но они навредят на более сложные на из этих же стали более простые в исполнении в простые с точки зрения времени с теми же материалами да возможно там то это будет на на даже как бы не подорожают точно дешевле они обещают там чего там купим 53 меньше 15 тысяч и даже не знаю если за 15 тысяч где-то ну может то есть напишите кстати не интересно только с конвексом так вот чтобы конвекс купим 53 там клинок 120 хотя бы миллиметров да ну там 115 120 и 15 тысяч интересно вообще такое есть но я не знаю я не мониторю специально не хочу тут себя нахваливать но мне кажется это такая более конкурентная ниша в которой я могу чего-то еще тут с кем-то бодаться там с какими-то крупными производителями у которых есть капиталы которые могут оборудование которые применяют наемный труд да с этим сложно очень бороться если у тебя нет как говорится этого всего поэтому вот приходится такими вещами ну и на на покажу чтобы не бы одна болтовня если кто досмотрелся до этого наконец посмотрю покажу чего у меня тут сейчас есть я сейчас не буду тут по этим каждому ножу у меня уже есть видео там и с ценами с размерами тут кому интересно пишите в отца там telegram я прикреплю я просто покажу чего есть в наличии свободного кому будет интересно значит это вот такой lmax 62 единички сейчас термичка и так далее я сейчас по памяти не помню там бандаренко кивенко буров может быть я сейчас не все их не посмотрим посмотрю конечно кому будет интересно вот такая вот вот такой первый конвексе как как положено все lmax здесь как обола для рукояти и вот такие яркие яркие ноженки так это первый второй 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 это n398 fulltank винты корби зачерненные тоже convex ну и карбончик пальчики конечно страшненькие ну сейчас как раз слесарю клинки вот это хочу сделать тут несколько чтобы с собой взять уже как говорится поэтому не обессудьте говорится это тоже одна из причин почему это это ручной труд никогда не будет так дешевый и востребована на ваш сейчас покажи какими-нибудь это молодому поколению скажи вот это дышать этой пылью все и надо его такие руки вас скажу сказать дядя до свидания вы пошли где-то читать другое поищем и может быть они правы так это второй был даст третье третье из 90 век не карта тоже это по моему бронза или латунь черненая все уточню если кому заинтересует похож принципе на на вот это тут из этого из лмакса ну только из с 90 vi как и за маска так только не за лмакса тут даже помощь микро подвода нет и не помню еще на не делала но отклеить это все убрать это не нужно для отправки этом писал не перепутать так это три четвертый четвертый это кажется этот мой местный местного разлива шедевр это магнокат с конвексом но с конвексом еще с ручным сатином продольным это великолепная штука пока она почему-то у меня если кому понравится то пожалуйста здесь рукоять интересно пины и рукоять светящаяся в темноте вот как говорится в лето самое но и сталька неплохая да она там по по балансу характеристика на на высоте не по какому кота конкретному там там порезу и так далее она там может уступить там с 90 вино по совокупности характеристик не отличная механика ну и выполнен нож как мне кажется вполне интересно классными карты пин здесь комплекте еще идет клипсы не остатки оставшаяся было ее тут оставил дальше это был четвертый на 4 это 5 вот у меня такой крепость который недавно показывал за у макс остался еще вот она карта элмакс фуллтанк какой-то 5 и 6 получается 6 штук ножей и 6 это вот такой из ло макс а зло макс а небольшой клинок но по-своему интересно маку мишка стоит и тоже как обола только она увидит другой расцветки чуть-чуть тут и прожилки она как-то потемнее ну в общем это дерево его сложно тут угадать какой она будет пока не обработаешь сейчас убрать ну а на пустые потом вот как то так кому чего понравится лекцию я прочитал небольшую точнее не лекция такое свое видение может кому это кажется там болтовнёй ну я считаю что нужно об этом рассказывать хотя бы для того чтобы какую-то обратную реакцию услышать и может у людей какие-то другие там советы могут дать потому как когда все на рынке дорожает то как бы держать цены на этом уровне надо что-то что-то придумывать каким-то по пути обмана какого-то идти рассказывать там как вот эта термичка лучше чем все китайскую сталь купить и сказать что это чемпион по всех чемпионов это путь не наш но все равно надо как-то выплывать выплывать до в этой конкуренции поэтому лучше буду вот таким образом это делать то есть вот оставлю свои сильные места скажем так сделаю их еще может быть сильнее лучше лучшее качество там обработки возможно и так далее над более дорогих ножах хотя они будут и дорожать но благодаря этому не буду увеличивать стоимость третий раз уже повторяюсь на том что хочу оставить более доступном сегменте да бы было доступно дорогие стали качественная да там топовые но в то же самое время сцены оставить на прежнем уровне ну вот примерно такие мысли ну на всем все всем спасибо всем пока